Купить квартиру или отложить на старость? Начнем с того, что пока только дано поручение рассмотреть возможность использования пенсионных накоплений. Да, было бы здорово купить квартиру, сдать его в аренду и жить на эти деньги. Все лучше, чем жалкая пенсия. Но тогда на что жить в старости? Запаниковали в Кабмине. В правительстве сразу взялись за калькулятор. Люди живут после выхода на пенсию 17 лет, и на это время ему должно хватить денег, так считает министр. Но он не упоминает о том, что если человек выходит на пенсию в 63, а средняя продолжительность жизни 73, то проживет он только 10 лет, а не 17. И зачем мертвому деньги, непонятно. Мужчина после достижения пенсионного возраста в среднем живет порядка 16-17 лет. Мужчина 21-22 года. То есть, когда мы пожизненно, расчет делается на эти 17 лет. И вот, например, мужчина, достигший пенсионного возраста 63 года, ему накопить на пенсионном фонде минимальная достаточная сумма, исходя из этих условий, должна быть 8,2 миллиона тенге. За 20 лет ЕНПФ накопил более 10 триллионов. С одной стороны, кажется, что это очень много. Но с другой, если разделить, то в среднем на одного вкладчика получается порядка миллиона тенге. А это на самом деле очень мало. У нас высокооплачиваемых работников не так уж много. Если сейчас речь идет о том, чтобы разрешить человеку снять 1 миллион или 500 тысяч, то каким образом эти деньги он использует для покупки недвижимости? На это только несколько квадратных метров и можно купить. Экономист Лжас Ходайбергенов обещал подать идеи о расширении списка желающих досрочно взять свои пенсионные накопления. Уважаемый Лжас Ходайбергенов, я тоже с ним об этом проговаривали. У него есть некоторые видения, и он обещал через 3 дня предложить не эти варианты, но прошло 3 недели, пока предложений нет. По мнению финансистов, в нашем государстве вообще есть ли какой-то смысл копить на старость? За последние 5 лет девальвация обесценила значительную часть накоплений. И еще, ЕНПФ не может вкладывать триллионы пенсионных денег под рискованные, но высокодоходные акции. К примеру, акции Apple или Facebook. Поэтому на эти деньги покупают гособлигации. Да, это надежнее, но там очень маленький процент прибыли. Ассоциация финансистов предлагает, причем очень давно, взять и раскидать монопольный ЕНПФ на частные фонды. Тогда будет конкуренция, и старики получат больше денег на безбедную старость. Но нацбанки ЕНПФ зарабатывают на этом 45 миллиардов ежегодно. Поэтому вряд ли сейчас это возможно, говорят финансисты. Боржанший Ахмед, Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42.